ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Почти 90% российских водителей заправляют автомобили бензином, а главным критерием при выборе СС является качество топлива. Исследование провела компания Яндекс. Цена горючего в списке причин, по которым мы отдаем предпочтение той или иной заправке, находится на втором месте. Далее идут удобное расположение АЗС, наличие программ лояльности, качество обслуживания. Более половины респондентов покупают топливо на одной и той же заправке. ТРАССА 101 Власти скорректировали понятие повторности нарушения в сфере безопасности дорожного движения. По данным российской газеты, нарушение будет считаться повторным, если оно совершено в течение 12 месяцев со дня вступления в силу предыдущего постановления. Так было и раньше. Однако, если нарушитель оплатил штраф в первые 10 дней, то есть до вступления постановления в силу, то срок будет отчитываться со дня оплаты. Якобы прежняя формулировка нередко порождала путаницу и недовольство автовладельцев. ТРАССА 101 Стартовали продажи Hyundai Creta второго поколения. Кроссовер стоит минимум 1 миллион 200 тысяч рублей. Это на 50 с лишним тысяч дороже предыдущей версии. Машина немного увеличилась в размерах. Моторы те же бензиновые, объемом 1,6, либо 2 литра, мощностью 123 или 149 лошадиных сил. Соответственно, трансмиссия, механика, либо автомат. В список электронных помощников вошли, в частности, адаптивный круиз-контроль, система контроля слепых зон и система предотвращения лобовых столкновений. ТРАССА 101 Продажи поддержанных легковушек в нашей стране в конце весны-начале лета этого года выросли по сравнению с началом 2021 на 25%. Средний ценник авто с пробегом, по данным компании Авито, зафиксировался на уровне 340 тысяч рублей. По традиции, наибольшим спросом на вторичке пользуются «Лады», в первую очередь «Приора», «Самара» и «Гранта». В тройке лидеров среди иномарок – «Форд Фокус», «Хёнде Солярис» и «Киа Рио». ТРАССА 101 Ниссан «Джук» в России – женский автомобиль номер 1. По данным агентства «Автостат», более 80% владельцев таких авто – представительницы прекрасного пола. Вторую строчку занимает «Киа Пиканта», третью – представители куда более дорогого сегмента «Рэндж Ровер Волк» и «Лексус ЮХ». Также в первую пятерку входит «Тойота Си Эйч Ар». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. ТРАССА 101